Старк! Старк для... Сегодня, 6 августа, в Краснозаводске проходит соревнование Cycling Race в рамках серии любительских велогонок в Москве и Московской области. Первый старт был здесь в 10 часов утра, последний назначен на 12.35, а это всего 155 участников. Подобные соревнования в Сергеево-Посадском городском округе проходят впервые. На долю нашего муниципалитета выпал третий этап велопробега Cycling Race. Первые два состоялись в городе Верея и деревне Бородино. За безопасность отвечали сотрудники полиции и Росгвардии. Каждый этап проходит в течение двух дней. Наше мероприятие в этом году собирают в два дня примерно 500 человек. Гонка с раздельным стартом – это такое более элитное соревнование. Здесь каждый борется сам за себя, рассчитывает только на свои силы и борется со временем. Во второй день в групповую гонку у нас люди едут большими группами, там большую роль играет тактический компонент и командная работа. Много выступают любительских клубов, более семи. Во всей серии у нас есть как мужские, так и женские. Всех рады видеть. В качестве зрителя на соревнованиях побывал глава Сергеева Посадского городского округа Михаил Токарев. С одной стороны, очень приятно продолжать и развивать те традиции, которые у нас уже есть в нашем муниципалитете. Но и также не менее приятно привлекать какие-то новые. Дорога перекрыта, комфортно, мне кажется, интересно. А так в целом, спасибо Минспорту, он нас поддержал. Мне кажется, традиция должна ужиться, тем более, да, город Краснозаводск славится велоспортом, славится спортсменами, чемпионами, поэтому будем равняться на них. Обязательно просить, чтобы в следующем году также такие аналогичные гонки мы проводили. Перед тем, как отправиться на старт, спортсмены могли утолить жажду и подкрепиться бесплатной водой и бананами, а также осуществить технический осмотр своего велосипеда. Для каждого участника соревнований Cycling Race велоспорт – это не просто здоровый образ жизни, а целая философия. Что вас подвигло сесть однажды на этот велосипед? Как что? Еще в юношестве, еще со школы, так что потом был большой перерыв, а сейчас опять решил вспомнить молодость. Вы и раньше занимались профессионально или так чисто вот любительски? В любительски у нас не было профессионального спорта, елки. В Советском Союзе откуда он был? Любители были, вот с 15 лет или с 14, не помню уже. Скажите, пожалуйста, сколько вы уже в спорте? В спорте я всю жизнь, только я лыжами занималась. Лыжами? А как так получилось, что вы пересели на велосипед? Это очень сложный случай. У меня было очень тяжелое заболевание. Я на инвалидности третьей группы. У меня была онкология. И брат, чтобы меня поддержать, пригласил меня посмотреть Айрон Старт, где он участвует в гонке. И я посмотрела, как инвалиды плавают в воде. И я подумала, я не хуже, и я смогу. И вот уже три года я катаю на велосипеде. То есть это вас воодушевило настолько, что вы решили стать профессиональным спортсменом? Я теперь не представляю себя без велосипеда. Финальный четвертый этап пройдет 20 и 21 августа в городе Коломна. Владимир Новоселов, Ярослав Акимцев. День города.